Единственный, наверное, народ на земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества, безнадежно и надолго, это русский. Никакой веры нет, никакой вере не подчиняется, не привержены никакой духовности, нравственности, отсюда и морали, и морали. И это, к великому несчастью самого же российского народа, в массовом масштабе. То, что делается в Чечне, это только предлог, а по сути это суть российского народа, больного русизмом человека, ненавищества и идеологии. А за это трудно надо расплачивать. Испытания российскому народу предстоят очень тяжелые, и прогноз неблагоприятный. Нет идей. Идея коммунизма, социализма, построения общества равных возможностей, как мыльный пузырь лопнула. Все потому, что строилась на идее русизма. Раз нет идей, к тому же и нет правового государства российского. Нет легитимности самого государства, ни одной ветви власти. А раз нет ни идеи, ни легитимности государства и ветвей ее власти, значит нет места и политики, и внутренней, и внешней. А раз нет и третьего компонента, нет места и идеологии. Тогда нет и мотивов, и нет стимула. На этом заканчивается перспектива. Это один путь. Другой путь развития цивилизации человечества – это духовность. Русские неверующие. Ни в Христа, ни в Магомета, ни в Бутту, ни во что. А чтобы народ стал целый духовным, минимум надо над этим работать, чтобы сменилось три поколения. И этот путь закрыт. Сейчас пытаются политики, идеологи. Третий избрать путь – это славянизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет, поскольку главный составляющий компонент славянизации – украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. Есть только один путь для развития российского государства и народов. Но я его вам не скажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...